В этом году по программе капитального ремонта в области отремонтируют более 800 домов, 200 из них в Кирове. Сегодня глава фонда капремонта проверил объекты, на которых в данный момент ведутся ремонтные работы. О результатах в нашем следующем сюжете. То есть крыша покрытия кровли будет вот такой. Крыша дома номер один на улице Горького больше не будет беспокоить жильцов во время дождей и таяния снега. От протечек кровлю спасет новый настил, который рабочие укладывают в три слоя. Подрядчик уверяет, ремонт проводится качественно, ведь рабочие уже набили на этом руку. Проведены работы более чем на 20 домах нашей компании. Работы по ремонту капитального фундамента, подвалов, кровли. Сейчас проводим ремонты по капитальному ремонту отоплений и кровли, как видите. Этот дом отремонтировали в рамках программы по капремонту. Стоимость работ 1 миллион 800 тысяч рублей. Сюда входит ремонт кровли и фасадом. Глава регионального фонда капремонта Павел Сысоев решила лично посмотреть, как подрядчик справляется с задачами и укладываются ли рабочие в срок. То есть мы видим, что работы идут, скажем так, деньги собственников тратятся по назначению. Здесь мы видим, что технология соблюдается и пока, естественно, все удовлетворительно, но результат будет уже, когда они, естественно, сдадут все работы. Как и в этом доме и по другим объектам, минимальный гарантийный срок по таким работам 5 лет. А жильцы дома на профсоюзной 82 еще только ждут начала ремонта. Чтобы предупредить владельцев квартир о проведении работ, в фонде специально сделали такие информационные таблички, которые разместят на здании. Чтобы не было для них неожиданностью, то, что придет подрядчик и начнет такие работы проводить. Потому что в прошлом году, к сожалению, мы часто сталкивались с такой ситуацией, когда собственники не были в курсе. И только когда подрядчик заходил на объект, начинал ремонт, тогда они узнавали. Таблички появятся везде, где в этом году запланирован капремонт. В области этого 746 домов. Здесь будет напечатано не только предупреждение, но и информация о том, какие виды работ произведут на объекте. Ксения Фрик, Анастасия Шерстнева и Даниил Кочкин. Бюро новостей давеча.